Жена на миллион, жена на миллион, жена на миллион, жена на миллион. Меня зовут Аня, мне 28 лет. Я недавно переехала в Новосибирск с дочкой, с парнем. И, наверное, всё. Это всё, что могу сказать, потому что пока на данный момент я нахожусь в небольшом поиске. Поиске себя, поиске вообще в дальнейшем, что делать. Потому что очень сильно устала от того, что рана повзрослела, тяжёлое детство, юность. Очень много было проблем. И в этом году был такой переломный момент в моей жизни, когда я решилась на переезд с нажитого, насиженного мною места в большой, огромный город, где я никого не знаю, никого не было. И сейчас мне нужна какая-то перезагрузка внутренняя и внешняя, для того, чтобы я наконец-то начала понимать, в каком правильном направлении мне двигаться. Потому что нахожусь в городе огромном для меня, неизвестном. И я теряюсь. Я теряюсь в нём. Я не могу привыкнуть к этой бурлящей жизни, потому что моя собственная жизнь остановилась, достопорилась. И я даже не знаю, в каком направлении мне пойти, чтобы начать жить полной жизнью, как-то развиваться дальше и так далее. И как-то, листая ленту в Инстаграм, я наткнулась на проект «Жена на миллион». Написала организаторов в надежде, что мне помогут. Потому что, как я поняла из их профиля, что там будут работать специалисты и внешние, и внутренние, и психологи, и все-все те люди, которые нужны мне, они просто мне необходимы, потому что сама я с этим уже справиться не могу. Я очень потеряла себя. Я не знаю, куда мне идти. Поэтому решение было что-то делать кардинально глобальное. И мне очень посчастливилось, что именно я попала в этот сезон, что у меня есть шанс на то, что моя жизнь перезагрузится, и я снова почувствую всю её прекрасность, вкус, красоту и так далее. Встретилась с девочками, со всеми специалистами проекта. Блин, если они действительно сделают всё, что от них возможно, то я уверена в том, что они помогут мне со всеми моими проблемами, которые сидят у меня в голове. То есть вот на меня посмотрели, сказали, что как бы в принципе-то мне не о чем переживать, но все мои проблемы в голове. И если они мне помогут с ними справиться, то я буду самая счастливая на свете. Елена Братенькова, основатель и руководитель студии красоты «Волна», эксперт в области красивых бровей. Оксана Сморода, персональный тренер и дизайнер вашего тела. Поможет вам стать чемпионом. Алла Коротких, ведущая проекта, топ-модель, телеведущая, дизайнер бренда «Миша и Маруся». Маргарита Мошкина, психолог, сексолог, знает секреты счастливых семейных отношений. Ирина Варева, эксперт по интуитивному питанию и фея вкусных рецептов. Ульяна Артамонова, ведущая проекта, владелица студии красоты «Марафет». Татьяна Кривченко, профессиональный визажист, автор методики «Интуитивный макияж». Елизавета Долгушина, создатель арт-пространства «Домик», научит героиню петь. Олеся Юсупова, парикмахер, колорист, специалист по подбору дизайна и цвета волос. Елена Фомина, имидж-стилист, имиджмейкер, блогер. Мария Рахвалова, ведущая проекта, проведет героиню в мир красоты, моды и стиля. Дарья Больчугова, руководитель танцевальной студии «Пятница». Меня зовут Анжелика Плотникова, я врач-дермо-косметолог и организатор проекта «Жена на нее». Героиня третьего сезона Анна пришла к нам за помощью. Она хочет, чтобы ее жизнь заиграла модными красками. И мы, команда экспертов, на протяжении всего месяца будем заниматься ее апгрейдом, как внешним, так и внутренним. Мы постараемся сделать так, чтобы из обычной, простой девушки Анна превратилась в настоящую, шикарную женщину-бизнес-леди. Для настоящей бизнес-леди очень важно, как она одевается и как она выглядит. И первое, с чего мы начнем, это физическая форма. Сегодня мы находимся в танцевальной студии «Пятница». Здесь по-настоящему очень атмосферно, уютно и чувствуешь себя как дома. Хочу познакомить вас с замечательным директором Далия Больчугова. Даш, привет. Привет, Маша. Расскажи, что вы здесь танцуете, что преподаете? У нас разноплановое танцевальное студии. У нас есть различные направления современной хореографии, такие как модерн, контем, дэнс-хол, вок. То есть это направление мы называем дэнс-микс, куда входит и хип-хоп, и крам, и так далее. Интересно. Для детишек что-то есть у вас? Какого возраста они у вас входит? Да, дети у нас приходят на направление хореографии и акробатики с 4-х лет. Интересно. Супер. А для взрослых, для мамочек что у вас? Для взрослых у нас есть группа вот такая дэнс-микс. У нас есть группа мамочка плюс малыш. Это группа фитнеса. Есть группа вуменстайн. Это направление для женщин. Они занимаются танцами латиноамериканскими, восточными и стрельпластиками. Ты знаешь, у меня еще такой к тебе вопрос. Действительно правильно говорят, что на шпагат можно сесть всего лишь за месяц без боли и очень легко. Да, правильно говорят. Можно без боли и страданий сесть на шпагат за месяц. Ты знаешь, действительно нашей героине Ане по-настоящему повезло, что она будет ходить именно к вам. У вас какие-то есть планы на них? Да, мы хотим посадить Аню на шпагат на поперечник за месяц. Насколько я знаю, что это ее мечта. Ну, мы будем просто ее воплощать. Шпагат. Шпагат – это моя просто боль, моя мечта. Мечта, моя цель и так далее. А всю жизнь я хотела сесть на шпагат. Я не знаю, для чего мне это нужно, но вот хочу. Знаете, как хочу котенка. Для чего тебе котенок? Не знаю, для чего. Вот так же и шпагат. Я не знаю, для чего он мне. Я хочу научиться, но говорят, это больно. И что без боли это не бывает. Но мне кажется, я готова. Я готова к любой боли. Я не готова страдать. Так страдать я не готова. Это... Я даже не знаю, как это передать словами, потому что вот таких ощущений не было вообще в моей жизни никогда. когда тебя просто прижимают к стенке, и тебе некуда деться. Спереди у тебя стена, сзади у тебя как бы тоже сидят, и там, ну, вообще никак не пошевелиться. Я не знаю, получится ли сесть на шпагат, но, блин, это очень больно, и я уже сомневаюсь, что я дойду до конца. Спонсор выпуска специализированный мамологический центр «Вера». Аня, привет! Скажи, как у тебя настроение сегодня? Настроение отличное, готово в бой. В бой, классно. Мы сегодня в прекрасном зале «Х-фит-плазма» Кирова. Скажи, пожалуйста, как у тебя вообще обстоят дела со спортом? Ну, слава богу, со спортом все хорошо. Единственный минус была последняя тренировка. Очень-очень давно. Как давно? Ну, месяца 4 точно я лежу на диване, стою. Здорово. Слушай, во время проекта «Жена на миллион» с тобой будет заниматься наш крутейший тренер Оксана. Она сделает из тебя конфетку, если ты, конечно, этого хочешь. Безусловно, я бы хотела сделать из тебя конфетку. Там, это орешек все, да, прессик и так далее. Все девочки хотят. Фигачить готова? Готова. Дай пять. Я тебе отдаю Оксане. Хорошей тебе тренировки. Я думаю, у вас все получится. Хорошо. Ох, фитнес. Да, это, конечно, моя тема. Я очень люблю фитнес. Был большой перерыв у меня, потому что летом сменила несколько городов. Но я надеюсь, там такая, тренер такая прям, ух, я хочу снова вернуться в строй и привести себя в порядок. Нет, ходить, конечно, не надо. Наоборот, мне нужно мяско побольше. Я надеюсь, мы добьемся результатов. Девочки, вы уже знакомы? Оксаночка, я передаю тебе наше золото. Сделай из нее еще более красивую девочку. Встретимся через месяц. Спонсор выпуска фотостудия от Топспейс. Можно это первую камеру сказать? Да. А я вам говорила, что оператор-садист. Вот таких садистов, как он, еще поискать. Если это будут показывать на федеральном канале, я дам на лузочку. В общем, я не хочу быть на этой стороне. Я привыкла людей мучить, но когда меня мучают, это очень тяжело. А самое, знаете, что обидное? Вот снимаем дубль. Оператор говорит, а давайте еще. А давайте живых эмоций. А давайте ей побольше веса. Ну, для чего? Ну, для картинки там. Пусть она прям поднимает. То есть, все, что снимали, это действительно, это было очень тяжело. Он заставлял меня это делать по несколько раз. Я после этого дня, я никакая была на следующий день. Я не могла встать с постели. Я не готова была к таким нагрузкам. А он меня заставил. Все. Я выбиралась. Анечка, ты сегодня у нас отлично потренировалась. Чтобы восстановить твою энергию и силу, я тебе даю отличный протеин, который тебе поможет. Аня, ты веришь в астрологию? Ты знаешь, я больше предпочитаю точные науки. Химия, физика, все то, что можно потрогать руками. Для меня астрология – это что-то на уровне НЛО. А математику ты любишь? Очень. А ты знаешь, что астрология – это такая же точная наука, как и математика. Когда ты родилась, планеты становятся особым образом. И здесь уже чистый расчет. Ну, не знаю. А у нас для тебя есть суперэксперт, астролог Геннадий Ледовский. Он составил для тебя натальную карту. Ты сможешь задать ему вообще абсолютно любые вопросы. И он откроет для тебя одну тайну, касающуюся твоих родителей. Я не особо люблю, когда во мне копаются. Я всегда стараюсь закрываться от людей. Но в рамках проекта я решила, что если уж пришла, то нужно пускать специалистов, чтобы разобрались во мне внутри. И надеюсь, что мне скажут что-то полезное и интересное. Добрый день. Меня зовут Ледовский Геннадий. Сегодня я буду вашим астрологом. И мы будем разбирать те ваши вопросы, которые для вас на сегодняшний день наиболее актуальны. И постараемся найти какие-то ответы. Хорошо. Я Анна, мне 28 лет. И очень было бы интересно знать, потому что, если честно, к астрологии отношусь скептически. Ну, это хорошо, потому что то, что вы относитесь скептически, следовательно, вы будете немножко критично относиться к той информации. Со здоровым критицизмом, со здоровым скептицизмом всегда нужно к чему-то относиться, потому что, так или иначе, я могу что-то видеть в карте, могу о чем-то говорить, но жизнь вам проживает самой, то есть вам придет самой делать выборы. Астрология, в данном случае, это просто инструмент, с помощью которого мы можем увидеть какие-то варианты развития событий, а затем вы уже выберете тот вариант, который для вас наиболее подходит. Что вас привело, что хотелось бы узнать? Так как я выросла в детском доме, я ничего не знаю про своих родителей и делаю маленькую надежду на то, что, может, все-таки звезды мне скажут, кто я, откуда я и, собственно, в чем вообще мое предназначение. Ну, это вопрос такой немножко философский, но есть еще наверняка и какие-то вопросы, которые хотелось бы разрешить. Вопросы, связанные с карьерой, с профессией, с отношениями. На консультации мы как раз и выясняем, а зачем мы сюда пришли, как вот те задачи, с которыми мы сюда пришли, реализовать вот в этом мире, через профессию, через карьеру, через отношения, еще и при этом получать удовольствие. То есть, когда мы вот это все между собой соберем, когда мы уберем вот эти противоречия, тогда, в общем-то, и жизнь, она приобретает несколько другой смысл. Тогда мы понимаем, куда мы идем, зачем мы идем, от чего мы получаем удовольствие, какая наша профессия, как нам строить отношения и так далее. И вот то, чем мы сегодня с вами и будем заниматься. Устраивает такое? Да, хорошо. Да, то есть он становится практичным, последует ли без всяких, эзотерии какие-то. Вот в прошлой жизни вы, это был человек, который всю свою жизнь он строил вокруг первое. То есть он сам принимал решение, это был волевой человек, который жил по принципу, я все смогу, я все могу, я всего добьюсь сам. И второй его принцип был следующий, что он был очень эмоциональный. То есть вот именно эмоция, эмпатия, чувства, переживания было его как бы сильной стороной. И это то, что у вас присутствуют, эти два качества, да, вот внутренняя сила и в то же время огромная чувствительность. И согласно теории индийской астрологии, именно в момент смерти, когда человек уже получил какой-то опыт, его какие-то желания и становятся причиной рождения следующей жизни. Вот что-то вы не получили, да, что-то такое, да, слишком эмоционально быть. И с учетом неких таких законов, с учетом ограничения кармы, мы появляемся на свет вновь с тем, чтобы что-то наработать, новые какие-то качества. Так вот, ввиду вашей огромной эмоциональности, первое качество, которое вам важно на работе в жизни, и это то, что будет со временем даже вам нравиться, это прагматичность, это целеустремленность, да, ведь что такое прагматичность и что такое эмоциональность? Разный подход к принятию решений. Одно дело, когда мы принимаем решения на уровне эмоций, а другое дело, когда мы, ну, немножечко вот делаем такой расчет. То есть для этого нужно понимать, что мы хотим, куда мы стремимся, и все, что не соответствует нашим целям, это просто отбрасывается. И вот как раз это и является вашей одной из задач. Реализуя эту задачу, вы становитесь, развиваете лидерские качества. Вы получаете огромное удовольствие от лидерства и руководства. Вот скажите, вот где сейчас, даже может там балок, да, вот от своей эмоциональности, которая была раньше, до вот некой практичности и лидерства вы находитесь. Вот если из 10 баллов, сколько? Где-нибудь на шестерке. О, шестерка, это уже больше 50, да, это уже 60%. Как вам эти качества? Сколько они вам нравятся, или насколько вы чувствуете себя, или наоборот, какой-то дискомфорт, наоборот, вам комфортно? Мне очень комфортно быть лидером. Я очень люблю руководить всем, потому что я всегда должна быть впереди планеты всей. И вот ваша прошлая жизнь вам дала один дар. И это дар, на который стоит опираться при выборе профессий и при построении отношений. У вас есть дар, который заключается в том, что вы будете всегда стремиться к абсолютной победе. Это дар. И второй дар, это абсолютная независимость. Вот независимость, ну что такое? Мы всегда от чего-то зависим, да, даже наше тело зависит от еды, от воздуха. Но именно мы говорим, прежде всего, независимость от, ну, каких-то отношений. Отношения имеются в виду, там, начальник, подчинение, и так далее. Вот эта вот независимость, это ваш дар, который идет с прошлой жизни. И именно вот такое травматичное рождение, которое мы видим, оно формирует структуру психики, именно, которое становится сильной стороной, именно свободолюбие, независимое. И самое главное, стремление побеждать любой ценой и добиваться победы. Блин, я под таким впечатлением, насколько я была негативно настроена по поводу астролога, настолько он мне сейчас просто перевернул голову. Человек, который видит меня первый раз в жизни, мне рассказал обо мне. Это такое ощущение, как будто он с самого рождения за мной следил, и тут такой раз, такой выполз, говорит, опачки, а я тебя... Я не знаю. Знаю только одно, что я двигаюсь в правильном направлении, и все, что я делаю, я делаю правильно.